итак ребят всем привет сегодня у меня очередной выпуск выпуск у меня связанный не с копом ну в какой-то степени затрагиваем сегодня мы сдаем очередной раз исторические находки связанная с краем нахожусь я около своей школы в этой школе учится мой сын круглый отличник тянет на золотую медаль в этом году будет поступать и младший сын вот так что я стараюсь именно для своих детей чтобы дети мои были по истории образованы вот снимаю я неофициально потому что сами как знаете наша деятельность как бы незаконная вот ну и тут на свой страх и риск и сдаю свои находки именно в краеведческий музей ну чтобы нас не увеличили в противоправной деятельности так что не знаю правильно нет но все находки которые связаны с историей я сдаю вот именно в наш музей и во все остальные находок у меня много пополняю все музеи потому что я посещал много музеев и они очень были скудные нах там материала очень мало так что стараюсь как можно больше поставлять культурных ценностей что связано с краеведческим вот музеем ну сегодня очередная будет сдача постараюсь я все заснять как будет происходить передача вот надеюсь мне разрешат поснимать немножко повторюсь снимая впервые но сдаю уже не в первый раз так что смотри думаю будет интересно и вы тоже будете поступать так же как и я во благо нашим детям нашим внукам об нашей истории смотри так следующее что мы будем передавать это обычные предметы повседневной жизни наших предков это предметы трудовой деятельности это у нас обычные ножницы это ножницы у нас для стрижки например баранов но во всяком случае стрига ими и бороды и прически и все такое как это назвать ну ножницы наверное это примерно 19 век так следующее что у нас я видел у вас такой есть ножичка но я при вас вам большой вот такой вот это у нас как информацию я владею это нас чистили наши бабушки и прабабушки полы в избе то есть раньше как бы не красили полы а именем вот натирали до блеска до чистого металла следующее что у нас это обычный серп их очень редко можно найти именно в целом состоянии чтобы не было обломков в основном встречается обломанная на половину но в данном случае я в этот музей решил поставить вот такой экспонат целый абсолютно целый так что это тоже приятное нашим детишкам будет посмотреть следующее это у нас топор может быть кто-то подумает обычный топор но нет форма топора это кованый топор не производства какой-то а именно кованый топор и примерно это у нас начало 19 века обычный плотницкий топор как вы видите форма у нас немножко нестандартная здесь вот угол гораздо меньше чем обычно обычно они острые такие вот углы в данном случае такой у нас топорик следующее это у нас вот такая многие подумают что это килька но нет это у нас тоже плотническое орудие труда им обрабатывали бревна при строительстве домов кораблей вот так что это тоже у нас очень интересная не часто такое увидишь но бывает ну и обычная подкова подкова на счастье я принес в этот музей чтобы это подкова хранила это музей чтобы экспонаты пополнялись не скуднели ну я постараюсь все для этого сделать вот такая вот вещица довольно таки тоже древняя старая потому что отверстие у нас имеется круглая так я и не понял что это но я так понимаю это тоже у нас и плотницкое орудие труда потому что концы у нас как бы острые это у нас необычная вещица к сожалению сказать какой датировать века не могу но это у нас не кузня необычная кузня но предмет кованый это скорее всего тоже плотницкое сооружение сожалению не подготовился информацию я в интернете не набирал так что у нас следом следом вот такой вот как говорится хлебала вот люди у нас любили окрошечку между прочим по старине очень это было народные предмет пищи то есть похлебки различного рода и делали ложечки именно вот с таким вот глубоким вырезом и его еще называли обычная хлебала ну и еще одна ложечку принес это ложечка из сервиза она у нас имеет интересный рисунок вот это у нас обычная латунь они в основном шли сервизом из несколько комплектов то есть вилка ложка ножи и всего наверное около 30 было таких вот ложечек различного рода так следующее что ну следующее в этом пакетике у меня довольно таки остались такие вот находочки это у нас пузыречки различного рода в этих пузырьках у нас хранилось в основном различного рода микстуры всякие благовония свое время девушки тоже любили пользоваться так ну что еще вот такая вот интересная свистулька очень мне она очень нравится очень нравится потому что это изделие очень довольно таки редкая тем что это наверное век наверное 17 18 очень редко их можно найти потому что хожу я с прибором их прибор не видит это у нас а глиняно вот к сожалению не знаю рабочий на нет не испробовал но внутренности все почистил вот возможно она и работает их редко можно найти тем что их плугами ломают и со временем они колется в данном случае экспонат очень шикарно тем что он целый как вы видите на ней нету глазури а глазури из проваливалась уже наверное восемнадцатом веке это довольно таки еще древнее то есть шестнадцатый возможный век вот такая тоже интересная вещица так ну следующее что мы перейдем это предмет состоящий из цветных металлов тоже довольно таки интересные тем что это связано именно с нашим краем эти все находки были найдены непосредственно у нас нашем районе именно там где я живу но в целях безопасности не буду говорить где я живу на всякий случай ну начну я с обычных вот с таких вот колокольчиков эти колокольчики у нас были различного рода из разных сплавов медь латунь это у нас колокольчики одевались именно на нашу скотину то есть овца бараны в принципе ну и наши коровки но встречаются вот такие вот ажурные красивые это у нас имеется здесь с надписями мастеров в данном случае присутствует надпись с буковкой ядь а ядь как вы знаете у нас в семнадцатом году была отменена значит вещица у нас царская это у нас именно колокольчик от тройки ну раз я начал с предметов конины конской упи же так я значит и продолжим следом у меня идет большое количество на всяких пряжек от конской упи же вот в принципе их частенько и очень часто очень много попадается в своем роде они очень разные вот в своем роде потому что крепежи были различные так что их встречается в очень большом количестве и большое количество били ну в принципе я и принес еще обычную конину обычная конина у нас такие вот круглые вещицы с прорезями вот они у нас встречаются на упряжках то есть это ничего ценного из себя не представляет но как факт исторических находок в принципе довольно таки интересно они бывают разного рода разного формы всякие ажурные с рисунками и разного калибра то есть бывает даже примерно я не знаю вот такой вот форма здоровый вот так одна из них вот например вот это вот на конской упряжи она встречается только однажды то есть в центральной части лба лошади вот и от нее расходятся взять всякие ремешки здесь у нас имеется звезда как бы еще называют звезда давида так что вот такие предмет у нас тоже очень часто встречается есть очень такой интересный сначала я думал это гарда от сабли потому что здесь имеется как называют ее в простонародье курица одна голова орла вот то есть это очень старая вещь то есть где-то примерно наверно наверно анна ивановна вот или более раннего периода это у нас оплаваш от большого колокола ну как большого ну наверное чуть поменьше футбольного мяча был колокол следом вот такой тоже бубенец интересный и странно то что я его в свое время нашел целый внутри был даже у нас шарик который я тоже буду прилагать и вот так вот он взнос звенел очень интересная находочка тоже очень редко встречаются целый вот но такой факт находки у нас был зафиксирован следом тоже вот такие вот предметы это у нас предмет конской упряжи ничего особенного интересную принес тоже вещицу это у нас тоже предмет конской упряжи но кое-какие телезрители говорят что это у нас является заклепочки вот такого вида они у нас идут с камушками цветные белые красные и вот зеленые в данном случае вот такой вот предмет очень красиво но я до сих пор считаю что это предмет конской упряжи ну теперь самое принципе интересный да вот здесь вот даже написано мастер и м в конце написано буковка ять это тоже от колокольчика ну а дальше у нас пойдет действительно такие интересные что наверное интересно для любого музея ну это шмурдячок это у нас обычная целая практически часть от керосинки вот это у нас примерно 19 век ничего особенного ну и пойдем пойдем дальше есть у меня и находки которые являются довольно таки интересны тем что это у нас с первой мировой войны принес я не к несколько экземпляров это вот патроны целые от мосина вот имеется даже часть от магазина довольно таки интересно я думаю пополнится музей именно по войне принес я два целых и один распакованный вот чтобы было наглядно детишкам как состоит например этот патрон дальше у нас вот такая пряжечка довольно таки интересно тем что она имеет форму и рисунок и характер такое-то знаете как свое время носили там гардемарины и всякие и все прочие такие оружейные специалисты и вот красивая вещица она медная широкая была кожаная пряжка довольно таки интересно я думаю тоже интересно потому что музей показать людям какие раньше носили пряжечки ремешочки это тоже интересно ну дальше женские красоты это вот довольно таки такой ажурный очень интересный такой орнамент очень красивой это у нас женская тоже пряжечка вот ремешка очень красиво очень дальше у нас идет женский браслет вот такой вот он тоже у нас довольно таки резко редки не часто он встречается причем это браслет у нас целый обычно обломки очень частенько попадаются но вот так вот одевалась вот на руку к сожалению у меня немножко побольше не залазить но вот имеется даже рисунок характерный это тоже у нас анна ивановна судя по рисунку то есть это старая вещица металл у нас это медь ну раз я затронул тему женских красот хочу вам показать кое-какую экземпляр это у нас обычное медное колечко обручальное но я вам хочу сказать что их в свое время делали из обычных царских медных монет технологию принципе вкратце могу сказать брали обычную монету брали обычную ложку и вот таким способом обстукивали края тем самым развальцовая сам вот саму грань и она развальцовалась старт стал оставала такая знаете широкая и потом при помощи керна выбивали центральную часть и выпиливали чтобы было ровно чтобы не было заусенцев и получалось вот такое колечко мастеров ювелиров раньше не было и очень было много таких вот самоделок так дальше у нас вот обычная красивую такая вот наперсток многие сейчас не знают что это такой наперсток но одевали пальчик и производили шитье шили вот такими вот иглами тоже они медные были к сожалению я почему-то не нашел не принес но это в следующий раз все у нас впереди это у нас обычная наперстка они встречаются даже серебряные так следом у нас идут взял два образца крестиков вот крестик вот это нам у нас мужской нательный вот так его прозвали на обратной стороне у нас имеется молитва честному кресту принципе популярность свое время был крест начинали его носить где-то в период от 18 19 и вплоть до 20 века и такой же крестик но уже женский нательный просто народе его еще называют крестик лепесток его очень любили у нас девушки носить женщины потому что ну действительно красивый виде лепестка так ну конечно не обошлось у меня из без манист манисты очень часто многие не знают что это такое маниста но могу вам показать это примерно вот они это центральная часть здесь были цепочки и на них вот одевались вот эти вот манисты эти манисты изготавливались в основном из монет в основном серебра но и в целях экономия делали из жетонов вот данном случае это у нас жетоны счетные вот их просто пробивали и на цепочку сажали вот их тоже очень часто можно найти обломок у такого перстня перстень действительно очень старый вот это их использовали как печать еще одевали вот так вот и делали печать оттиск данной вещи то есть возможно здесь была и печать вот в основном имели такие кольца купцы и бояре кто например делали свое клише на письмах или на пломбах на склады тоже интересная вещица так монеты я не принес но принес вот такую вот штучку очень часто встречается это половина монеты деньга анна ивановна 1737 года почему она разрублена разрублена потому что в свое время не хватало разменных монет то есть в свое время были и полушка монеты вот и чтобы рассчитываться давать сдачу в магазинах как говорится в свое время их вот рубили и вот таким способом давали сдачу дальше так кстати и принес целую монетку 1746 года тоже анна ивановна вот как для образца такую монетку рубили пополам и давали сдачу получалось это у нас полушка они полушки меньше но пол монеты получалось полушка вот такой вот обломок возможно это был тоже старинный браслет потому что он похож по размеру как вы видите но толщина металла меньше возможно это было кольцо но со временем матушка земля у нас просто его выпрямила но я считаю что это было колечко потому что по толщине дальше у нас пуговки пуговки очень часто встречается в поисках вот в основном встречаются такие обычные пуговки лысые гладкие но в свое время их были заменены именно вот такие их называют пуговки орлянки а их носили военные различного рода войск вот но потом в целях экономии или что-то в этом роде начали делать обычные круглые плоские пуговки вот если точно это при николая николая последним стали делать лысые пуговки вот как для образца я принес лысую и пуговки орлянки в очень таком несколько пуговок очень хорошем состоянии так пуговки древние у нас имеется еще нет у нас пуговки гирьки вот они у нас в старину были повседневно у всех купцов принес я разного рисунка рисунок у нас как вы знаете а может быть кто-то и не знает имеет рисунок рисунки своеобразные это у нас поклонение различного рода богам то есть богу воды богу земли богу солнца ну если вы историю немножко знаете что наша история немножко изменилась при правлении владимира ясного солнышка он у нас принял христианство и всю русь он как говорится заставил принять это христианство а раньше мы поклонялись богам солнца земли воды и всего остального кстати это сейчас возвращается многие сейчас начинают верить в данные вещи ну и напоследок очень редкая очень интересная вещица и и очень тяжело найти и поднять это у нас к по ушка так она и называется к по ушка раньше у нас ватных палочек для чистки ушей не было и вот такая вещица у нас использовалась в свое время для чистки ушей так что гигиена свое время тоже у нас использовалась очень редкая вещью очень тяжело найти и поднять потому что приборы их практически не видит вот очень интересный экземпляр я думаю пополнит коллекцию именно ценных находок ну в принципе что вот такая вещица у нас еще завалялась здесь как вариант это тоже предмет конской упряжи но знаете я думаю что это центральная часть доспехов грудных именно времен монгольско-татарского ига потому что такие вещи именно нагрудники одевали по три по четыре на грудь и вот здесь в такой вот крепежик и у нас имеется как на кольчуге то есть я предполагаю что это возможно центральная часть вот именно доспех монгольского времени вот такой вот у нас копье наконечник от стрелы датировать какого века не могу но это у нас металл железо довольно таки интересный такой наконечник вот такой наконечник копья тоже металл железо очень интересно ну в принципе на этом на этом мои находки на сегодня закончились вот я думаю если руководство данного музея одобрит мои находки и примет мой дар я буду впредь пополнять находки ну так вот еще ключик амбарный тоже интересный приятный ну и все на этом пока и все спасибо да сейчас пробегусь я по тем предметам которые вот например я еще большие вещи сегодня принес так что их тоже сейчас засниму если вам интересно оставайтесь так ребята решил я поснимать экспонаты музея принципе есть экспонаты но хотелось бы конечно для наших детей куда больше вот такая вот у нас шинель довольно таки интересно и это у нас офицерский планшет здесь у нас офицеры носили различного рода документы секретными картами и всем остальным шинель у нас генерала как и фуражка генеральская ну вот это вот экспозиция именно о войне здесь у нас снаряды от 40 пятки и патрон от противотанкового ружья и гильзы и пулеметная лента и каска солдата кстати вот этот интересная вещица это при помощи данные вещи шприца выкачивали кровь из наших детишек чтобы помочь как говорится офицером немецкого рейха вот так вот забирали кровь из наших деток и просто-напросто потом их выбрасывали танка шлем довольно таки интересный хорошим такому сохраняя но это что касается стенды по войне к сожалению не особо много информации но все же ну пробежимся быстренько здесь у нас различные грамоты дипломы наших граждан почетных здесь вот такая вот еще экспозиция будущее в наших руках ну в принципе директор музея молодец все для наших дедок делает вот у нее последняя работа вот такой-то огромной книги есть еще люди которые стараются довести до нас до наших детей всю информацию о нашем крае очень интересно ну вот одна из моих сегодняшних экспонатов это нас седло очень интересное то что она полном сборе все пряжки все ремешки вот такой вот хомут тоже интересны тем что все здесь настоящее все живое все кожные предметы на месте вот выйти в хлястики вставлялись у нас тяги ну по местным экспонатам принципе вот так вот интересно в принципе и вот масло бойчика если вы узнаете как я его подымал с чердака с старого дома вот на она теперь он будет радовать глазки маленьких зрителей это у нас угольный утюг бабушки наши гладили белье ну и вкратце пробежимся здесь вот самовар самовар смотрите тоже старенький смотрите здесь у нас гравировка царская и сам знак атрибутика царская двухглавый орел интересный интересное присутствует буковка ять самовар у нас старый царский очень ценный экспонат 1899 года судя по надписи на табличке очень интересно здесь даже есть смотрите старые очень старые иконы некоторые жители удар дают музею детская кроватка это уже подростков и совсем маленькая у нас имеется кроватка мы их встречали только по старым фильмам по мультикам по сказкам такая вот смотрите еще в бодром состоянии интересно здесь у нас и прялкой верите но принципе довольно таки интересно горшочки смотрите находится на почетном месте а у меня такие горшочки часто встречаются буду иметь ввиду и теперь будем брать вот и пополнять музеи ну в принципе будем заканчивать вот такой символикой советской эпохи это у нас знамена ну и все поедем домой итак ребят закончу я свой небольшой такой репортаж вот надеюсь меня никто не осудит особенно правоохранительные органы так что цените пожалуйста мои труды отблагодарите пытаясь я как-то историю с нашу сохранить наших ребят деток чтобы они знали нашу историю ну и за мои труды ставьте конечно лайк и буду очень признательна если очень будет много позитивных комментариев возможно я буду продолжать делать свои комментарии и сюжеты именно по поводу сдачи своих находок находок повторюсь очень много так что сдаю я не в одну школу в несколько сразу вот раньше я не снимал но решил я все-таки это сделать общался я ребята с директором данной школы очень уважаемый человек его еще сильнее стал уважать из-за того что он очень много знает информации тем более про те находки которые я сегодня сдал он практически про каждую находку рассказал подробно вот он сама как говорится деревенский очень он одобрил мои действия в пользу так что мы с ним договорились о совместной работе так что он мне дал кое-какие рекомендации мою деятельность так что все у меня с ним сложилось сегодня хорошо кстати директор музея тоже очень счастлива была таким находкам вот так что будем сотрудничать с данным музеем и из данной школы ну и все всем пока не забывайте подписаться и поставить пальчик все удачи че п